Поисковая команда первой российско-китайской поисковой экспедиции по перезахоронению и увековечиванию памяти советских военнослужащих, погибших в 1945 году, включала в себя с российской стороны 17 человек. В первую очередь это четыре поисковых отряда Амурской области. Это профессиональные археологи Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области и специалист-антрополог Бюро судебно-медицинской экспертизы для определения останков. С китайской стороны это были археологи Института истории и туризма Хайлунзянского университета города Харбин и студенты-переводчики Муданзянского педагогического института, ну также представители организаторов. Нет, конечно, мы не жили в поле. Во-первых, это запрещено было в связи с пожароопасным периодом. Во-вторых, такую большую команду разместить в палатках, но немножко было непрактично на большой период времени. Жили мы в гостинице в поселке Сячхэнзэ, это 30 километров от непосредственно района поиска, где мы проводили свои работы. Каждый день мы из гостиницы доставляли команду на автобусе в район поиска. У нас там была передовая база, где хранилось оборудование, лопаты. И после этого выходили пешком в горы, неся на себе все это и возвращались после этого вечера в обратном порядке. А выходные были, в воскресенье у нас были, кто-то спортом занимался, было время постирать одежду, опять же было время подбить, подвести какие-то итоги, посмотреть еще раз карты, решить какие-то организационные вопросы на следующую неделю. То есть да, у нас был график, расписание. Подъем обычно в 7 часов, где-то к половине восьмого мы завтракали, к 8.15, к 8.30 мы выезжали в поле. Дорога занимала до получаса, была платная дорога иногда, потом была разбитая старая дорога, после этого была просто пересеченная местность до следующей деревни. Минут 20 на сбор отряда, на постановку задачи по организации, выход в район поиска, все зависело от того, насколько удалены объекты от базы были. Вообще, нужно сказать, что у нас полностью район поиска составлял 36 квадратных километров, и база находилась немножко не по центру, поэтому приходилось иногда очень долго добираться пешком в некоторые места. Еду мы брали с собой, готовили нам ее в столовой, мы ее упаковывали в контейнеры, раздавали людям. Мы поняли во время проведения передовой экспедиции, что в горах желательно закончить работу до того, как сядет солнце, потому что из тайги выходить в горах, когда нет света, это очень сложно. Поэтому работали мы до окончания светового дня, обычно до пяти часов в это время, в начале мая-июня, в Муданзяне примерно так темнеет. После этого мы возвращались в гостиницу, приводили себя в порядок, производили осмотр, потому что было очень много клещей в этом сезоне. Ужинали и занимались подготовкой к следующему дню, смотрели карты, сравнивали координаты, готовили инвентарь. Вот таким вот образом мы проводили это время. Участники экспедиции с российской стороны не говорили на китайском языке, поэтому нам были предоставлены четыре человека в помощь из Муданзянского института педагогического, которые знали русский язык, это были их лучшие студенты. Экспедиция была подготовлена по организации очень профессионально. С нами работали пожарные, с нами работала полиция, с нами работали подрывники в случае обнаружения опасных каких-то предметов. С нами работала лесная охрана, потому что мы знаем, что по китайскому законодательству мы не имеем права рубить деревья. Для того, чтобы взаимодействовать оперативно с органами власти, у нас были всегда представители переводчиков, которые помогали нам наладить эти контакты. Ну и плюс китайские археологи, у них был всего один переводчик, поэтому чтобы наши археологи могли с китайскими археологами вести свои разговоры по технологии работ. Был переводчик, представитель управления Министерства обороны Российской Федерации по ведению в военно-мемориальной работе в Китае, профессиональный переводчик с посольства. Но он был задействован в основном по организации вместе с руководством проекта. Сельскохозяйственное освоение этих земель началось в 70-х годах в основном. То есть до 70-х годов на этих местах стояли доты, дзоты, памятники, могилы, тумбочки со звездочками, все как бы было. После этого были изменения определенные в правовом поле китайском. Китайцам разрешили ходить и пахать эту землю. И нам нужно было знать, мы спрашивали, вот вы работаете на этом поле, это ваша земля, она принадлежит вашей семье. Скажите, вот тогда-то помнят ли ваши родители, что было вот здесь? То есть мы показывали им карты, мы показывали им схемы, что вот по нашим данным здесь, вот на этом крестике должна была быть могилка. Она была большая либо маленькая, все зависело от того, братская она или одиночная. Вот находил ли он какие-то предметы, кости, пуговицы, и они иногда приносили, там, помнишь, принес пачки из-под сигарет какие-то, пуговицы какие-то, штук он принес и бритву, по-моему, старую. То есть они находят это на поле до сих пор еще. Был изучен огромный массив архивных документов. Это около нескольких тысяч листов архивных документов для того, чтобы понять, что происходило в этом небольшом участке 36 квадратных километров. Кто воевал, с кем воевал, сколько погибло, где закопали. Огромная аналитическая работа. После этого возникла другая сложность. Когда мы вышли на местность, мы поняли, что место это за 70 лет очень сильно изменилось. Некоторые, скажем так, горы уже перестали существовать, потому что китайцы разработали их под поля. Некоторые поля даже уже перестали существовать с тех пор, когда они были распаханы. То есть там было даже что-то похожее на пустыню. Третий момент сложности, безусловно, это не просто поля. Это Уссурийская тайга. Что такое Уссурийская тайга? Это такой очень достаточно сложно проходимый лес, который наполнен очень дикой фауной. Мы часто сталкивались со змеями. Я уже говорил о том, что было очень много кличей. Все, что мы находили, японское и советское, мы передавали китайской стороне. Все артефакты, все кости всех японцев, соответственно, все гранаты, которые мы находили, мы ничего не вывозили через границу. Все это осталось там. То есть дальше идет уже другое взаимодействие. То есть мы знаем, что произошло перезахоронение буквально недавно, несколько дней назад, советских военнослужащих. Японцы до сих пор находятся здесь в Китае под присмотром местных властей. А что касается артефактов, которые мы нашли, это уже, как говорится, музейная составляющая. Дальше уже это будет распределяться каким-то образом по музеям Второй мировой войны. Говоря о том, что за 70 лет впервые на территории Китая проводится подобное мероприятие, я считаю, что цели экспедиции были достигнуты, безусловно. Мы довольны своей работой. Мы выполнили все задачи, которые были поставлены. Возможно, не в том объеме, конечно, как нам хотелось нам. Мы не смогли выкопать 515 человек, но при этом мы понимаем прекрасно, что прошло 70 лет, очень интенсивно осваивался сельскохозяйственный район. При этом у нас есть останки семи военнослужащих, которые были соответствующими почестями с уставом караульной службы Российской Федерации, перезахоронены на территории парка Тылинхэ в городе Муданзян. Это была первая российско-китайская экспедиция. Значит, будет и вторая российско-китайская экспедиция, и третья российско-китайская экспедиция. То есть сейчас мы научились, как взаимодействовать. Мы знаем, как работать, мы знаем, чего мы хотим, мы знаем, как мы должны это делать. Поэтому мы довольны результатами нашей работы, безусловно. Сейчас мы находимся у входа в пещеру с разветвлениями. Ага, вот тут та ниша завалена, да? Нет, там есть проход, но только вперёд ногами. Вперёд ногами, да, это я про который говорил. Вот, а мы сейчас начинаем обследование вот этой ниши. Видишь, вот он зажат. Угу. Вот эти вот, скорее всего, камни, это вот как раз сверху закидывали, вот это вот пространство. То есть, видишь, как они хаотично расположены. Это вот, в принципе, вот здесь вот, наверное, самое широкое место. Вот. И, и идёт сужение тоннеля тоже получается. И вон та точка, это точка выхода. Вот где завалено большой плитой. Скорее всего, когда-то был выход. Почему? Потому что прослеживаются вот ступеньки. Вот явно, скорее всего, их выдалбливали. Ну и, скорее всего, если вот этот земляной намыв убрать, то явно будут прослеживаться, как бы, ступеньки и выход вот на поверхность.